МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу играть с сестренкой и играть на улице. Я хорошо читаю стихи, хорошо учусь. Я хочу стать, когда вырасту, актрисой. Хочу поступить в Институт культуры. Но если у меня ничего не получится, если вдруг такое будет, то я хочу стать телеведущей. Хочу вести новости. Меня зовут Риханова Наталья. Я работаю в музее к истории трактора администратором. Я встречаю посетителей музея. Провожу с ними тематические экскурсии. Также в мои обязанности тут входит работа с документами. Я решила принять участие в программе «День перемен», потому что я хочу стать взрослой. Я хочу ходить как мама на работу. Хочу получать за это зарплату. Я решила принять участие в данном проекте, так как этого очень хотела моя дочка Настя. А еще я обожаю лагерь. Сама выросла на лагерной такой жизни, работала вожатой в лагере. Мне это очень интересно, вспомнить молодость, вспомнить мои студенческие годы. По правилам проекта герои на целый день меняются ролями. Мама! Привет! Привет, привет! Как дела? Как настроение? Нормально. Ну что, готова отправиться ко мне на работу? Готова. А потом еще и варенье сварить. Готова. А ты хорошенько отдохни. На тебе вот моя сумка и мой обед. Пока? Пока. Пока. Погрузиться в мир детства и в жизнь 11-го отряда придется по полной. Приключение начинается с музыкальной зарядки. Как настроение? Итак, чтобы нам хорошо полностью проснуться, давайте проведем с вами нашу музыкальную зарядку. Проведем? Да, проведем! Не слышу, проведем? Да! Отлично! Смотрим на меня и повторяем. Дорогие маленькие любители спорта. Ловите ритм. И раз, 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 два, три. Лагерь для меня ассоциируется. Это, конечно же, веселые, такие озорные вожатые, различные там приколы с зубной пастой, приколы с пришиванием к простыне. А также мы привязывали там обувь, потом шнурками пар сорок. Потом утром все дружно это развязывали. Было очень смешно, конечно же. А вот и единственный в России музей истории трактора. Интерес к нему большой. Каждый день здесь проходят экскурсии, живые уроки, фотосессии. А сотрудников всего пять. Работы намечается много, и Настя к этому готова. Да, Алиберт Николаевич. Здравствуйте. Да, слушаю. Стоять, пожалуйста, ко мне. Хорошо. Присядывайтесь. Как ваше настроение? Нормально. Так, что мы должны сегодня делать? Сегодня у нас очень насыщенный день. Здесь часов у нас сегодня будет группа детская. Из школьного лагеря здесь часов. Надо им сегодня рассказать про историю отечественного и мирового трактора строения. Так, потом, вот у нас поступили новые экспонаты. Вот это у нас модели тракторов в масштабе 1,2,3. Сейчас их возьмите, пожалуйста, и сделайте техническое описание этих моделей, ладно? Это для вашей дальнейшей работы. Это будет в фондах нашего музея. Потом надо выставить экспозицию. В конце рабочего дня мы должны еще приготовить приказ о премировании наших сотрудников по итогам первого полугодия. Хорошо? Хорошо. Вопросы есть? Нет. Если что, обращайтесь. Хорошо. Это трактор возьмите большую самую. Ну вот. Улыбки. Желаю гася. Спасибо. Девочки, привет. Это шестая комната? Да. А покажите мне, пожалуйста, где здесь Настина место? Место. Я сегодня буду место Насти. Я Настина мама. Девчонки, рассказывайте мне, что у вас тут можно, что нельзя делать? Нельзя уходить за забор, за арку. А почему за забор нельзя? Потому что она ругает возврата и не вернешься. В бассейн один ходить. А на кровати можно прыгать? Нет. А подушками драться можно? Можно. Покрутив модели, Настя решила сделать звонок другу. Алло. Привет. Мам. Как сделать сканировку тракторов? Описание тракторов. Там есть в компьютере. Найди. Описание модели. Да, 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 вбей свой текст. Там есть образец, да. Покрути коробочку и вбей свои данные. Там ничего сложного, не переживай. По образцу все делай. После подсказки жизнь уже не кажется сложной. Ведь нужно всего-навсего переписать данные с упаковки в таблицу. А то, что буквы пока ищутся долго, пустяки. Мама Насти в 10 лет про компьютер даже и не слышала. Вот когда он сказал мне написать приказ, еще описать модели, я вообще вначале не поняла, как их делать, чего их делать. Я даже боюсь, что я там что-нибудь неправильно сделала. Еду на танке. Еду на танке. Вижу корову. Вижу корову. Строгу уранки. Шатки-ушанки. Строгом здоровым. Строгом здоровым. 11-й отряд тем временем отправляется на мастер-класс в Дубовую рощу. Ребята будут петь лагерные песни. ДИСТ concealем. У Синего моря, у Синего моря, где бушуют бураны, где бушуют бураны. Жила там девчонка, жила там девчонка, жила там девчонка, с именем странным. С именем странным. И часто бывала, и часто бывала, она на просторе. Она на просторе, в мечтах уплывала, за синее море, Алые паруса, ассоль, алые паруса, плюс грей, алые паруса, паруса, ассоль, плюс грей. Когда услышала песни лагерные, так как их уже лет 10 я не пела, не слышала, мне сразу прям захотелось встать, покачаться, всех обнять. А Настя уже пытается открыть стеллаж. Сейчас она больше похожа не на администратора музея, а на ключницу. Но вот, наконец, модели расставлены, и можно принимать первых посетителей. Целый отряд городского лагеря. Здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашем музее. Меня зовут Анастасия, я проведу вам экскурсию по нашему музею. Как вы думаете, когда машин и тракторов еще не было, кто помогал людям пахать землю? Служу, пожелаю. Правильно, именно поэтому при входе в наш музей мы видим вот такую большую картину Ильи Репина. Лев Толстой на пашне. На картине мы видим двух лошадей, самого Льва Толстого и специальное приспособление, которое называется Саха. На лоде в народе плуг. В Звездном начинаются веселые старты. За звание самого спортивного отряда будут бороться четыре команды. Так боялась мяч этот, он упадет, все, я провалю весь конкурс. И там благодаря мне, мне команду, это у нас проиграет. Вы знаете такую фамилию, Форд? Да, это машина. Ее придумал Генри Форд, американский промышленник. Он сделал вот такой вот трактор, Фордзон. Что хорошего в этом тракторе? То, что он предназначен для многих людей. А все остальные трактора были для одного человека. Такие трактора привезли в Россию и разобрали их до винтиков, до болтиков. А потом собрали похожий на этот трактор. Все новые и новые факты, фамилии, даты. А Настя неплохо подготовилась к работе. Тренировалась два дня. Учить дома текст было трудно. Потому что я зашла на сайт, и там были такие замудренные слова, что я ничего не понимала. Я попросила маму, чтобы она мне все объяснила. У нее, конечно, не было времени, но я ее уговорила. И она объяснила мне. Вот так вот передал. Понял? Все. Итак, внимание, готовы? На старт. Внимание, марш! Яша! 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 СПД расшифровывается как Чебоксарский завод промышленности трактора. А Т-330 – это лошадиных сил. Как вы думаете, где мог работать такой трактор? Я думаю, что трактор работал на стройке. Своим задним он копал ямы, чтобы сделать канализацию. А своим передним он убирал всякий мусор. Правильно. А еще он добывал алмазы в больших ямах. Сейчас я вам покажу такие ямы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это такая большая яма глубиной 500 или 600 метров. В ней работают трактора. Ищут разные драгоценные металлы, алмазы. Именно поэтому драгоценности у нас стоят так дорого. А вон там у нас есть харвестер. Этот трактор нужен был для того, чтобы срубать деревья и прокладывать трубы. А сейчас мы спускаемся в нижний зал. Там можно полазить на всех тракторах, только там нельзя бегать и кричать на весь зал. Работа экскурсовода сложная. Может быть, и надоест. Но если только одно и то же говорить. Мне кажется, что лучше каждый раз по-разному говорить. Допустим, детям полегче, взрослым потруднее и побольше. И по итогам сегодняшних веселых стартов выиграла 11-я студия. Похлопаем победителем! Молодцы! 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 Все заслужено, все честно. Мы первые. Супер! Сейчас у меня одно чувство. Попить воды, отдышаться и дальше идти в бой. Ничего, обед совсем скоро. Ребята уже направляются в столовую. Конечно, с очередной кричалкой. Раз, два, три, четыре. Все съедим. Всем приятного аппетита! Девочки, а Настя все съедает? Нет? Она езжу только ест. Второе. Первое. Да, приготовленный мамой обед Настя тоже не доела. А жаль, Наташа так старалась. Даже селедку под шубой приготовила. Ну, маму мне, конечно же, не удалось выключить. Я там всех причесала, подправила. Всем делают там замечания. Туда не залезать. Там слезть, пожалуйста. Техника безопасности, конечно, на первом месте. После сытного обеда, как говорится, полагается поспать. Но это только тем, кто в лагере. На работе не расслабишься. Мы приехали из Санкт-Петербурга, слышали о вашем музее. Хорошо. Хотела бы его посетить. Пожалуйста. Можно экскурсию, да? Можно. Пожалуйста. Настя, экскурсию заказывали. Хорошо. Здравствуйте. Я рада приветствовать вас в музее истории трактора. Пойдемте за мной. Я когда была маленькой, то отдыхала в лагере «Березка». И там была такая легенда, что по лагерю ночью, когда все дети там спали, по лагерю у нас ходили привидения. А тут такого нет. У нас в этом лагере была девочка. Она всегда ходила в белой одежде. И ночью, когда все спали, она хотела перелезть через забор, чтобы уйти отсюда. И в этом лагере не понравилось. Но ее охранники остановили. Потом ее вожатые наругали. И во вторую ночь она тоже захотела убежать. Но не получилось. В ту речью ночь она не стала пробовать. Пошла там, через зеленую арку. И повесилась около деревянного дома. И теперь она ходит по ночам. Да, вы ее видели? Нет. Кто в 12 часов ночи пройдет через эту зеленую арку, тот больше никогда не возвратится. А еще, между прочим, девочки из второй комнаты видели черное существо. Это же, наверное, вожатый был. Здесь у нас место для фото. Можно встать и сфотографироваться на фоне вот этой вот легенды. Это трактор Сталинградского тракторного завода. На нем во время войны пахали женщины и подростки. А мужчины тогда были на войне. А в военное время производили токтора? Не производили. Конечно, когда тебе задают вопросы, а ты еще не выучилась, все-таки это трудно. Девчонки, расскажите мне, пожалуйста, про вожатых. Как они вам? Ася и Саша, они когда добрые, они всегда заходят в все палаты и целуют, и обнимают. Чем хороши колесные тракторы? Проходимость. Трудно ответить. Мне казалось, что вообще-то в деревнях основа такие. Гусеничные тракторы, они хороши тем, что они могут пройти любые, ну, по болотам они проходят, они везде ходят. А колесные тракторы, они быстрее гусеничных тракторов. Этот трактор, он был отправлен на Марс и работал с помощью такой солнечной батареи. А вот здесь представлены уже трактора, которые планируют сделать в будущем. А вот здесь представлены соревнования тракторов. Кто сильнее, кто быстрее, кто лучше пройдет. Там, девчонки, давайте сегодня пойдем мальчишек зубной пастой намажем. Давайте. Давайте. А я боюсь. Ну чего, мы с солнышкой мальчишек мазали зубной пастой, ничего не случилось. Девочки, почему-то у нас сейчас идет. Давайте глазки закрываем и спим. В музее истории трактора посетители могут сделать на память монету. Туристам из Санкт-Петербурга эта идея понравилась. А Насте не очень. Но на помощь пришел начальник. Это латунная заготовка. Диаметр монетки 25 миллиметров. Кладется вот сюда. Это специальное устройство для чеканки монет. Но мы знаем, что это самый лучший сувенир. Это сувенир, сделанный своими руками. Что за участок? Сейчас мы с вами посмотрим. Легким движением руки поднимаем кувалду и бьем по центру. Повыше подними. Повыше подними. И по центру. Вертикально падало. Достаточно. Девочки, это тяжело. Сейчас посмотрим. Отлично получилось, да? Послушайте, как красиво. С одной стороны это музей истории трактора написано. А с другой стороны концерн трактные заводы. Ну, какие ваши впечатления от нашего музея? Очень понравилось. Замечательно. Особенно ваши модели, на которых можно полазить, порулить даже. А как наш экскурсовод? Замечательный экскурсовод. Все понятно. Впервые в жизни такой у нас экскурсовод маленький. Так что пожелаем ему удачи и совершенствования в этом деле. Спасибо. Легче работать с маленькой группой. Ну, потому что все-таки они тебе меньше мешают. А то там все столпятся, никуда не пройти. И потому что, ну, их меньше, ну, меньше вопросов будет. Вот поэтому. У 11-го отряда новый мастер-класс. В Доме творчества проходят уроки рисования. Ребятам дали задание изобразить свое самое любимое занятие в лагере. Прямо художник, он из меня прям никакой. Мне натягивали прям пятерку в школе. Ребята, вот когда вы начинаете рисовать, не надо сначала рисовать отдельные фигуры. Надо наметить на листе, что вы хотите изобразить. Где у вас будут люди, где у вас будет, например, где-то стол, где-то скамейка, где-то, может быть, спортивная площадка. Сначала наметить, а только потом будем прорисовывать фигуры. На своем рисунке я решила там изобразить пионер-болт, так как, ну, очень прям люблю эту игру. Вот активно прям играю, заиграю. Смена в лагере началась недавно, и вожатые поручили ребятам придумать веселые названия для своих комнат. Наташа живет в палате номер 6. Но девочки решили поменять название. Наша палата. Спортсменки. Наш девиз. Наш девиз. Четыре слова. Быть спортсменкой очень клево. Мы ловкие. Мы быстрые. Мы сильные. Мы спортивные. Время на работе пролетело быстро. Юная сотрудница музея приступила к последнему поручению – составлению приказа. К счастью, образец нашелся на рабочем столе. Мне сейчас хочется прийти домой и плюхнуться на диван. И потом заснуть. Это правда очень усталая работа. Туда-сюда весь день ходить, все объяснять. Это очень трудно. Но до дивана еще далеко. Ведь Настя пообещала маме сварить варенье. Первый раз в жизни. Вот интересно, как девочка будет это делать? Встану ягоды из холодильника. Возьму кастрюлю. Положу туда ягоды. Ягоды, сахар, потом размешаю, поставлю на огонь, ну и буду ждать. Сколько ждать? Ну, я не знаю, сколько ждать, но по ходу времени разберусь. А в Звездном-то оказывается сегодня гости – ребята из других детских лагерей Чуваши. Наташе повезло попасть на глобальное мероприятие – Республиканский фестиваль летнего детского творчества. Каждая команда приготовила на суд жюри лучшие рисунки, фотографии и танцы. Ну, жалко, что младшие там отряды не участвуют, а то бы я там зажгла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, привет, Настя. Папа, вот. Что это? Варенье. Сама сделала? Да. Молодец. А кушать? Давай в кафе покушаем, а потом сразу в лагерь. Ну, ладно, поехали. Привет! Наконец-то. Ну что, как дела на работе? Все нормально. Клиенты довольны. Все экспонаты на своих местах. И варенье сварено. А сколько сахара добавила? Где-то полпачки. Полпачки? Да, сколько раз кипятила? Один. А что, надо было больше? Конечно, надо было два раза. Можно даже три раза, что больше варенье простояло. Ну, не переживай, я дома это делаю. А как у тебя дела в лагере? Ой, отдохнуло здорово. Мне все понравилось. Мы, представляешь, в тихий час все время проболтали. Я узнала про все ваши, про страшилки. Все рассказали мне девочки. Вот. Но мне не удалось поспать. Сейчас я так устала. Вот этот ваш бешеный ритм. Как-то не совсем я выдержала. Очень спать хочу. Ну, давай на дискотеке вместе потанцуем. Если только чуть-чуть, пойдем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok